Продолжаем вторая часть нашего урока. Нам надо сейчас загрузить низкополигональную модель. Для этого в эту же сцену дублируем наш саптул и вместо него импортируем низкополигональную модель. Итак, сейчас мы будем проецировать низкополигональную модель на нашу высокополигональную. Для этого зайдем во вкладку Geometry, Modified Topology и Weld Points. Сошьем точки в первую очередь. Открываем нашу высокополигональную модель. И, пользуясь инструментом Project All, и пользуясь настройкой Distance Scan, это параллельный луч, который притягивает наш полигон до первой поверхности, до которой он выстрелит, до которой хватит вот этого вот расстояния, Distance. Его надо изменить на 0,05. Затем, ну, можно даже побольше. 0.7, допустим. Нажимаем Project All. Вот таким вот образом у нас проецируется. Можно Transparence нажать, чтобы было более эффектно видно. И, подмазывая Shift-ом, какие-то вот моменты можно проецировать. Далее мы делим нашу модель во вкладке Geometry, Divide, либо клавиши Ctrl-D, и опять проецируем. И, таким образом, до того момента, пока у нас не будет той модели, которая нам нужна. Ну, пока еще недостаточно. Можно еще поделить и еще раз спроецировать, как минимум. Смотря по количеству, можно еще раз поделить и еще раз проецировать. Итак, теперь у нас есть высокополигональная модель, но она имеет уровни низкополигональной. Так, разгруппируем нашу модель, нашу сетку, вот эту вот, которая сейчас есть. Для этого мы будем пользоваться инструментом Group Visible. Чтобы им воспользоваться, нам надо выбрать на сочетании клавиш Ctrl-Shift, Select Lassos, и вот таким вот образом скрыть те фейсы, которые будут у нас в другой группе. Итак, скрыли нам фейсы. Далее нажимаем Group Visible, и теперь у нас две полигруппы. Так, далее мы сейчас попробуем создать UV-развертку, пользуясь плагином UV Master. Для этого включаем его и нажимаем Work on Clone. То есть данный плагин работает с клоном. Он создает клон, переключается сразу же в белый цвет. И тут вот главное, чтобы кисть была не Move, как у меня. Поэтому я переключаю ее на какую-нибудь другую, Clay Build Up, допустим. И здесь надо переключить ее в RGB Chanel. То есть, чтобы она красила, но не наносила никаких масс и так далее. Далее, в настройках можно включить полигруппы. Точнее, нужно, так как у нас есть полигруппы. Они будут раскладываться отдельно, вот из-за этой кнопки. И далее, Enable Control Painting. То есть, включается контрольное рисование. Контрольное рисование включает в себя защиту, атаку, либо стирание. Защита это защищает сетку от разрезания. Так как тут автоматическое разрезание происходит. Допустим, мы не хотим, чтобы шов проходил вот в этом месте. Мы его красим красным цветом. А там, где мы хотим, чтобы у нас проходил шов, допустим, нажимаем Attack. Вот, допустим, вот таким вот образом. Далее, нажимаем Unwipe. И Check Sim. Check Sim показывает нам линию разреза. Чтобы посмотреть, как он... ...плагин разложил нам сетку, для этого нажимаем Flatten. И вот таким вот образом он у нас все разложил. В принципе, я считаю, достаточно. Далее, нажимаем Antlate. Copy U-Vis. То есть, копируем нашу развертку. Переходим на нашу модель. И нажимаем Past. И теперь на этой модели точно такая же развертка. Далее нам надо нарисовать альфа-текстуру, которая будет напоминать нам либо какой-то узор, либо чешуйку в данном случае, которую мы будем тайлить. Для этого, в принципе, можно использовать и Photoshop в черно-белых цветах, либо можно прямо в самом забраши объемом нарисовать. Я думаю, сейчас мы попробуем именно нарисовать объемом. Для этого append-им сферу, переходим в Dynamesh, включаем симметрию и начинаем делать из нее чешуйку. Так, ну и теперь, как только у нас чешуйка готова, мы, пользуясь инструментом Move, отключаем симметрию, создаем рычаг, и, зажимая клавишу Ctrl и нажимая в центральный радиус, копируем нашу чешуйку. Вот таким вот образом. Так, далее мы отключаем маску. Маску не видно сейчас, но она включена. Поэтому снимаем маску и копируем еще раз вот таким вот образом. и скопируем еще раз. Так, далее. Далее мы идем в настройку в альфу и делаем, так, немножко поближе приблизим, и делаем GrabDoc. Вот теперь это у нас альфа сохраняется, мы ее экспортируем в Photoshop. Импортируем нашу альфу в Photoshop, включаем линейку сочетанием клавиш Ctrl и R, достаем из нее направляющие и приблизительно вот таким вот способом расставляем их. То есть, вот эта вот часть должна быть повторяющейся. То есть, когда мы ее размножим, она должна повторять узор идеально. Затем нажимаем выделение, пользуясь привязками к направляющим, выделяем этот элемент, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C, копируем, то есть, вот этот вот Ctrl-N, в наборе должен быть буфер обмена, и сразу же у нас ширина и высота будет вот нашей вот этой заготовки. Далее, Ctrl-V, копирование, и сохраняем. Далее, идем во вкладку Surface, Noise, здесь пользуемся такими вот настройками, как UV, Straight и Scale. Прежде всего, загружаем альфу, включаем Scale и масштабируя нашу альфу, мы видим, что у нас происходит. Вот таким вот образом нажимаем ОК, создаем дополнительный слой, и сейчас, чтобы нам зону чешуи отделить от других частей, для этого зажимаем Ctrl-Shift, один раз щелкаем на полигруппу, зажимаем Ctrl, выделяем все в маску простым щелчком в стороне, и возвращаем все обратно сочинанием клавиши Ctrl-Shift и щелчком опять в сторону. Далее, инверсируем маску простым щелчком в сторону и немножко разблюриваем маску. Можно это сделать в настройках маски Blur Mask вот таким вот образом. Далее, чтобы нам все это зафиксировать, нажимаем Apply to Mesh, но не всегда у нас результат получается очень эффективный. далее мы то, что мы создавали слой, слой еще мы можем немножко вот так вот приподнять нашу чешую. И вот таким вот образом остальное уже долепливается вручную. Таким вот образом можно тайлить узор на динамических формах. Всем хорошего настроения, легких моделей, участвуйте в жизни группы и до встречи в следующих мини-уроках. Игорь Негода